Приветствую, дорогие друзья, обратно в третью серию прохождения Призрака Цусимы. Я желаю вам приятного просмотра. Сегодня мы отправимся на всякие истории Цусимы, побегаем по округе, продолжим с госпожой Масако. Кута служила вашему клану. Почему он вас предал? Потому что он неблагодарный мерзавец. Мой муж сам назначил Садао старостой, чтобы негодяй потом убил его детей. Я знаю, что он спешно бежал из Куты в ночь нападения. Значит, прослышал, что вы выжили. Садао – коварная змея. Но его брат Хати – глупец. Он только что проехал мимо храма, повез еду для беженцев. И наверняка заглянет туда, где прячется брат. Вот тут-то мы его и поймаем. Ну, план неплох. Мы начинаем задание «Предводитель». Я желаю вам еще раз приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень важно для продвижения ролика. Пожалуйста, не забывайте. После всего, что случилось, не ожидал вновь увидеть вас в этом храме. Я пришла, чтобы отыскать брата Садао и оплакать мертвых клана Адати. Вы дали семье достойное погребение? Нет, пока убийцы на свободе. После смерти отца я простился с ним в ту же ночь. Это помогло унять боль. Я похоронил их. Довольны и этого. Пока что. А когда вы в последний раз спали и ели? Я ела рис и рыбу. Вчера. Даже юным воинам необходим отдых. И сытый живот. Ты считаешь меня старой, господин Сакк? Я бы не осмелился. Будь уверен, моя рука тверда. Да, с такой женщиной лучше не спорить. Мы уже должны были нагнать Хати. Куда он мог пойти? Обе дороги изъезжены. Осмотрим здесь все. Он где-то рядом. Так, задание у нас ищите Хати. Есть что вы действительно предлагаете мне тут все округа осматривать? Тут достаточно большая область. Я даже не знаю, куда нам двинуться. Вижу, вон там внизу есть какие-то огоньки. Там что-то происходит. Ветерок нам не может подсказать, куда нам двигаться. Но туда налево, скорее всего, нет. Как бы, навряд ли он туда бы двинулся. Там человек с тележкой. Это Хати, брат Садао. Уходит. Последуем за ним. Близко, но не попадаясь на глаза. Ну, это мы умеем. Снова у нас слежка через кусты. Ну, как видите, обновил костюмчик. Немножко его прокачал. Теперь мы более-менее защищены от монгольских атак в ближнем бою. Да и в дальнем, наверное, в принципе, тоже кое-какая защита есть. Не будут они так жестко выносить. Ну, походу, вон с теми ребятками у него встреча. Впереди стоят в белых прикидах, что ли. К нему кто-то пришел. Нельзя, чтобы нас увидели. На белых конях, да. Принцы на белых конях. Но это монголы, скорее всего. Всякая. Покажи. Пожалуйста. Нам обещали сагэ. Ты достал? Пока нет. Зато есть кое-что для вашего гостя. У них встреча. Мы передадим. Он передал им записку. Я еще загляну, как обычно. А, это вообще не монголы. Окей, это вообще не лошади... Не лошади, хотел сказать. Не монголы, это разбойники. Ну да. Там же товарушка с госпожой Масакой такая, что... Разбойники решили под шумом, да? Обратно отобрать эти земли. Все равно болван. Но сакэ у него славная. Сегодня он сакэ не принес. Только записку. Эта записка дороже твоей жизни. Если мы ее не доставим, староста нас убьет. Садао человек семейный. Только семья скверная. Его братья разбойники. Помните бунты из-за нехватки риса? Поместье Кута. А кто, по-вашему, нанял разбойников, чтобы убить бунтовщиков? Садао, староста. Трус. Так и знала. Вот, вот. Так что не забывайте о резне Пусть, когда вспоминайте Стал. Ну, не думаю, что они нас заметят. Мы, в принципе, хорошо двигаемся, я считаю. Вот тут нужно цветочек собрать. Вижу дальнейшее укрытие. Здесь вот слева, за заборчиком можем. Здесь, наверное, был дом раньше, но он, видимо, сгорел. Так, а где мы припаркуемся? Окей, за камнями, да, получается, будем парковаться. Ну, давай пообщаемся с тобой. Тогда давай без резких движений, я тебя прошу, да? Не надо рваться в фой. Не думаю. Да, и каким же образом? Ну, да ну нафиг, она просто побежала вперед. Кто выйдет на бой? Ну, что ж, нам придется вступать в противоборство. Нам не оставили выбора. Мы пойдем в открытую. Если я убью тебя, я прославлюсь. Ну, попробуй. Че-то у тебя, дружок, не получилось. Кто следующий? Ну, многовато их тут. Ну, давайте по одному. Затестим заодно новую броню. Новые приемы. Не вступать! Не забываем, не забываем снимать блок. Аккуратно. Да, 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 услышал, услышал. Пригибаюсь. Опа, так. Три копейщика, да. Надо бы, наверное, лучников сначала убрать. Лучники больше всего душат, когда они нужны. Так, ну, попадешь-то по нему. Окей. Следующий. Так, ну, я же уворачивался. С копейщиком надо быть по-аккуратнее. Вот почему-то мне непонятно, почему они лучше, чем монголы. Простые какие-то разбойники. Просто в простых рубашках. В простых одеждах. Так, увидел, увидел, куда он там стреляет. На крыше стоит, да? Что у нас там по стрелам? Одна последняя осталась. Попадем, не попадем? Да. Придется к нему забираться. Ты угрешь здесь! С боеприпасами есть некий вопрос. Я его не вижу. А я тут, смотри-ка. Говорит, не видит меня. Аккуратно спускаемся. Ну уж, госпожа, что скажете? Мертвецы не отвечают на вопросы. В доме кто-то есть. Он и ответит. Позвольте сперва мне. Ну да, чтобы не наделала глупости. Блин. Ну жестко она, конечно, пошла в открытый бой. Мне такой подход не очень. Хина, поползли слухи о моем участии в резне в поместье Адате. Я знаю, что это не ты меня выдала. Тебе известно, что это подвергнет опасности не только мою жизнь, но и твое. Не показывайся никому и ни с кем не разговаривай, пока я не пришлю людей. Верь моим братьям, они верны мне и смогут тебя защитить. Если увидишь кого-то с этим знаком, сразу убей себя. Вот так ничего себе. Не надо бояться. Мое имя Сакэ. Кто ты? Хина, жена Садао. Мой муж невиновен. Это монголы убили вашу семью. Где твой муж? Я не знаю. Ты лжешь! Она поможет. И здесь ей быть нельзя. Я заберу ее в свой дом. Она же убьет меня! Никто тебя не тронет. Слоу даешь? Зуб даешь? Бля, буду, что не тронешь ее, да? Ну окей, мы прошли это коротенькое задание от госпожи Масако. Это типа истории Цусимы. Относится к ним задание. Получили оберег решимости 1. Увеличивает обретенную решимость на 15%. Может быть попробовать заменить на что-нибудь? Что у меня вообще за обереги стоят? Вместо чего мы могли бы поставить? Вот давайте вместо оберега пёси и дружбы. Вообще не понимаю прикола этого оберега. Что-то не понял его смысловую нагрузку, если честно. И давайте подумаем, куда мы отправимся далее. Сюжетик у нас внизу. Тут на самом деле много чего есть, чтобы поизучать. Ну, решил сделать такую серию, чтобы немножко прокачаться, как бы окрепнуть перед сюжетными заданиями. Потому что выносят нас нормально. Ну да, у нас, видите, две истории Цусимы. Это у нас про Сенсея. Кстати говоря, про Сенсея тоже что-то есть. И есть ещё один какой-то по ту сторону чести. Пока что не показывается задание от госпожи Масако. Я предлагаю тогда сходить вот на это синенькое задание. Изучить небесный удар. Он у нас находится в 500 метрах отсюда. Сначала, конечно же, здесь всё пролутаем. И потихонечку, помаленечку двинемся на точку. Не думаю, что мы здесь что-то ещё интересное сможем найти. Вот единственная проблема, беда со стрелами, да. Конкретная беда. Непонятно, где их взять. Без них будет тяжко. А вот и, кстати говоря, следующая история Цусимы от госпожи Масако. Мы туда можем и быстро переместиться и, в принципе, пройти это задание. Но мы сначала давайте в этой серии очень интересных хочется изучить что-то новое. Хочется изучить небесный удар. А тут, кстати говоря, кое-какая заварушка происходит. Давайте влетим её. А когда они делали, когда они влетали... Типа, постараемся вывести. Я надеюсь, у нас это получится. Живым ты не уйдёшь! Да? Да ты что? Как тебе такое? По-моему, сейчас сработало на отлично. Просто идеальное парирование. Это мы прокачали навык самурая. Плюс три стрелы. Окей, ну, наша ситуация немножко улучшается. Только непонятно, чего они тут вцепились. Это были монголы, да, против разбойников, что ли? То есть у нас сейчас, в принципе, три стороны. Враждующие между собой. И где-то между двумя сторонами. Третья сторона — это мы. Которая пытается уцелеть между этими двумя огнями. Как бы подтвердить своё право на эти земли. Ой, трусы! Ну, давайте нам вообще всё равно. Мы типа влетаем во всех. Будет мне о чём рассказать. Думаешь? Я думаю, что они будут тебе не о чём рассказать. Ну, залудали ещё немножко экспы. Кстати, тут у них лежат припасы. В таком нормальном количестве. То есть в таких вот, я так понимаю, на патрулях мы можем найти припасы. В большем количестве, чем обычно. Они нам нужны для прокачки, конечно. Так, с него ничего не выпало. Ладненько. Погнали дальше. О, кстати, птичка. А ну, птичка, покажи, куда нам лететь. Куда нам скакать. Ты же наверняка эти земли знаешь лучше, чем все остальные. Что-нибудь интересное она нам покажет. Защити меня, Сусанов. Она, собственно, и летит к нашему музыканту. У которого у нас начнётся задание про небесный удар. Пытался посмотреть, муж, где какое-то дикое животное на нас хотел напасть. Ну ладно, фиг с ним. Давайте начинать задание. Кто убил этих людей? Грозный воин. Он хотел, чтоб я поведал ему о небесном ударе Сигенори. Не услышав тех слов, которые хотел, он сильно разгневался и всех убил. Что ему было нужно? Я не знаю, господин. Расскажи легенду. Хочу понять, что он ищет. Когда люди только поселились на Цузиме, на остров обрушился загадочный шторм невиданной силы. Молнии били в землю и порождали чудовищ. Эти яростные создания рыскали по деревням, неся смерть и разрушение. Они были так быстры, что никто не мог остановить их. Был лишь один человек, способный одолеть грозовых чудовищ. Сигенори. Самый быстрый мечник Цузимы. Сигенори не проиграл ни одного поединка. Упражняясь годами, он придумал небесный удар. Столь стремительный, что глаз не успевал следить за мечом. Сигенори заманил чудовищ на пустынный берег в Камадзу, чтобы лапы их вязли в песке. Яростное сражение обратило песок в пепел и заставило листву деревьев побелеть. Небесный удар Сигенори был более стремительным, чем движение чудовищ. Когда последняя из них погибла, шторм утих. И над Цузиме вновь воцарился покой. С той поры Сигенори вел уединенную жизнь. Немногие сумели разыскать его, чтобы попроситься в ученики. Лишь самые отважные и искусные узнали тайну небесного удара. Когда приближается шторм, ученик, знающий, где находится приют Сигенори, оставляет там меч, дабы отвратить нашествие гневных духов природы. Убийца хочет овладеть небесным ударом Сигенори. Негодяй с таким знанием может натворить много бед. Куда он пошел? Одна женщина убежала к мосту. Он погнался за ней. Он ответит за злодеяние. Окей, занимательная легенда. История. И мы сейчас типа под видом того, что мы хотим спасти, да? Сделать доброе дело. Не дать этому злодею натворить других плохих дел. Неизвестно, какие у него умыслы. У нас, конечно же, самые хорошие умыслы в этом плане. И нам нужен этот прием. Ну, под мостом, конечно же, слышно же. Господин, столько людей погибло. Ты видела того, кто их убил? Я его знаю. Это Ясухиро Кога. Мне знакомо это имя. Он сражался за клан Ярикаба. Ты сможешь его узнать? Никогда не забуду его, Аскал. Иди за мной. Я попробую найти его следы за мостом. Следы копыт. Ясухиро куда-то спешил. Что еще ты знаешь о Ясухире? Только то, что много лет назад он был вассалом клана Ярикаба. После мятежа клан распустили, а вассалов освободили от присяги. Говорят, он покинул Цусиму, но вернулся, когда напали монголы. Откуда, это мне неизвестно. Это не важно. За свои преступления он должен умереть. Ну ладно, как скажешь. Должен умереть, так должен. Далеко ли нам еще бежать? Вопрос хороший. Следы все еще появляются. Ну вот, наверное, нам сюда куда-то направо, да? Смотри-ка, они хотят перегородить путь. Ну давайте, for fun, попробуем скрытно пройти. Получится, не получится. А то мы что-то со всеми деремся, просто направо и налево. Ну, дофигища их туда. Или как-то это орлиное зрение по-другому подсказывает, подкрашивает вообще всех. Ну я вижу, что там дальше лучника, вижу как минимум еще одного стражника. Здесь вот двое стоят около ворот, и он не успел чуток. Ладно. Открытый бой, так открытый бой. Так, аккуратно. Вот сюда не стоило попадать. Или все. Нет, ну накидывают они бодро-бодро все равно. Хочу, что нам есть чем делиться. Так, ну я надеюсь... А, еще лучник. Я думал, что они уже все прибежали. Так, еще один лучник. Лучники, кстати, хорошо стреляют, я вам скажу. Так, ну куда ты побежал-то? Давай, давай, без глупостей. Это, кстати, тоже был новый приемчик, кое-какой, который мы прокачали. Зажимаешь shift, бежишь на всей скорости, нажимаешь LKM, и он, типа, ему должен снести голову. Чего ты там говоришь, не видишь кого-то? Давай пообщаемся. Мы ищем человека по имени Ясухиракога. Он жил в сторожевой башне, но сегодня ушел. Служат монголам? Да. Только ночью они повздорили. Я разобрал одно слово. Сигэ нори. Я осмотрю башню. Спрячьтесь где-нибудь, пока не пришли монголы. Окей, базар 0. Сначала мы осмотрим все вокруг, все, что мы можем подобрать, все, что не плотно лежит, так сказать. Так, ну тут явно в палаточках должно быть что-то интересное, ну вот, допустим, кунай. Тут были осы, ну типа улья были. Ну, можно было скрытно пройти, да, а вот с этой стороны можно было зайти. Так, наконец-то стрелы, супер. У нас, у нас восемь стрел, отлично. Колчан полный. Надо вообще каким-то образом колчан прокачать. Как-то грустненько пока что обстоят дела. У монголов тоже есть легенда о Сигэ нори. Может он хотел сравнить ее с версией музыканта? Ну все возможно. То есть чел реально на полном серьезе пытается разобраться в легенде, которая непонятна была ли, правда или не была. Просто пытается найти какие-то сходства. Ну мы играем в игру, тут все возможно. Ясухира ищет того, кто знает небесный удар Сигэ нори. Белые листья. Недалеко отсюда есть такие деревья. Туда он и направился. Ты очень помогла мне. Теперь позаботься о себе. Спасибо, господин. Надеюсь, вы покараете это чудовище. Где тут деревья с белыми листьями? Ну да, кстати, хороший вопрос. Ветерочек подсказывает 50 метров вперед куда-то. Что-то я пока что кроме белых кустов ничего другого не вижу. Мы находимся типа в зоне, в этой области, да? В зоне поиска. Вижу, кстати, снова птичку желтенькую. Потому что она нам подскажет. Она нам, кстати, подсказала по поводу какого-то таинственного места. О, отлично. Это у нас источник Резной горы. Ну давайте отдохнем. Хоть мы и в принципе в поисках на задании. Увеличим свой запас максимального здоровья. Народ ждет от самураев защиты. Ждет, что мы будем всегда помнить о чести. И в бою, и в жизни. Я не могу их подвести. Ну шикарно. Посидели, подумали, пооткисали. Подумали по поводу нашего пути. Теперь к делу. Где бы нам найти эти деревья с белыми листьями? Ну наверняка, если они тут где-то тут, то они типа должны быть недалеко. Мне почему-то хочется туда сходить наверх, на эту гору. Так, показалось, там что-то сверкануло. Дорога здесь опасная. Опасная. Окей, я тут немножко уже заблудился. Я подрезал фрагментик. Ну вот здесь, допустим, горит тут тупик, да? Тут никак не пройти. Нам явно нужно куда-то туда наверх. А, вот, вот здесь есть обход. Блин, как же я его так сразу не заметил. Ну, теперь-то все понятно, куда нам двигаться. Немножко паркура. Не сказал бы, что в этом плане призрак Цусимы, вообще, ну вот сам Дзин, как персонаж, хорошо паркурит. Он как бы уверенно себя чувствует на ветках. Вообще, в целом, в паркуре. Но вот по поводу перемещения, в том плане, чтобы быстро, да, перебраться. Он не всегда цепляется. Нужно все время спамить пробел. Прицеливаться. То есть, типа, вот, прыгнул, остановился, прыгнул, остановился. Ну вот и в таком все духе. То есть, нельзя зажать пробел, и он так быстренько, красиво, как ниндзя, проскочит по балкам. А вот, кстати говоря, и дерево с белыми листьями. Мы, походу, добрались. Мы получили оберег Кагуцутти, когда запас здоровья меньше 50, урон увеличивается. Это, кстати, у нас какого-то нового уровня. Оберег. Я думаю, что нам нужно что-то заменить. Было бы странно его не использовать. Так, и что нам тут надо прыгать? Ну, ничего себе. Ладно. А, да, как ты это понял? А, так вот, собственно, и сам лес. Белые листья, как те, что, по легенде, выбелила молния. Ну, навряд ли выбелила их молния. А как я их так не заметил? Они же прям совсем там рядом с дорогой находятся. Мы же тут нигде особо далеко и не бегали. Здесь уже подготовили спуск. Здесь не разобьёмся, я надеюсь. Нормально, нормально пойдёт. Ну, к слову, задание... В принципе, хоть мы и бегаем. Кое-какие расстояния, они в целом небольшие. Так, здесь у нас кабанчики на нас решили напасть. Вот и что, они были агрессивно настроены, как бы, им же хуже. Спасибо вам за ваши дары, кабанчики. Так вот, о чём я говорил, задания не скучные, не скучные. То есть, интересно всё это исследовать, смотреть. Это ещё и побочные задания. То есть, ну, не уступают сюжетным. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Кого-то пытают. Так, нам нужно спасти заложника. Если мы поднимем шум, то наверняка его убьют. Давайте попробуем тогда скрытно. Вижу, вот здесь подход у нас есть. Сколько их тут? Раз, два... Ай, даже не буду считать, их тут много. Надо будет сейчас что-то придумать. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Ну, давайте начнём с того дальнего патрульного. Так, вот он зря повернулся. Вообще, не вовремя. Хорошо, что попало ему в голову. Хватит! А здесь давай совершим двойного убийства. Блин, как же это балдёжно выглядит. Надеюсь, вам тоже нравится. Я рассказал ему всё, что знаю! Пошёл, пошёл, стелс. Пошла скрытность. Так, ну тут опасно будет идти. Давайте обойдём, попробуем. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Но здесь не лучше. Но тут как будто бы можно успеть его схватить. А ну-ка! Иначе никак. Ну, вроде бы успели, да? Шум не подняли. Вот этого толстячка 100 баллов, наверное. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Так, а как ты меня палишь? Я же сижу. Не понял вообще, кто меня спалил. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Я-то думал, у меня за этими бочками, ящиками меня не спалят. Но лучнику как будто бы тоже досталось, да? Я кунай кидал. Можно вот так вот его добить. Ну, я остался у нас последний, внутри дома. Хватит! Я рассказал ему всё, что знаю! Я здесь! Чего ты там ему рассказал-то? Расскажешь мне тоже? Может быть? Есть чего у тебя ценного? Ладно. Рассказывай. С монголами был Ники Ясухира? Он хотел выведать секрет небесного удара. Увёл с собой моего деда. Твой дед в большой беде. Куда они ушли? На старое учебное поле. Место для поединков на берегу Камацу. Умоляю, спасите его. Ну, мы постараемся. Навряд ли мы успеем, конечно. И нам ещё бежать 200 метров. Так, может, у них что-то полутать есть? Было бы славно. Ладно, пойдёмте, пойдёмте. Может, что по пути полутаем. Ну, потому что надо. Надо лутаться, надо качаться. Нельзя, чтобы Ясухира изучил удар. Ну, нельзя, да. Однозначно. Хорошие выводы ты делаешь. Пока что за всю... За всю миссию ты хорошие выводы делаешь, да. Ты молодец. Я так и не понял, на самом деле, до конца, в чём он там провинился и почему он такой плохой. Но вот по последним поступкам, то, что я видел, да, он явно плохой человек. Ему нельзя владеть таким приёмом. Ну, мы типа где-то тут. Так, вижу, там дальше спуск. Наверное, мы могли пойти по тропе ниже. Я решил остановиться на хайграунде, ну, типа, смотреть местность. Мало ли. Погодка, к слову, красивая в графическом плане, но очень громкая. Дождик в игре реализован классно. Не знаю, как у вас там на ютубе это будет видно. Телем свалили, чтобы перебраться. Я прям кайфую. Так, ну, не наивнёмся, я надеюсь. С ясухерой пришли монголы. Как же так? Как же так? Ну, что ж, снова попробуем скрытно или как? В принципе, без разницы. Ну, вот этого тяжёлого бы, да, убрать. Давайте начнём, как в тот раз. Сдалека. Как же они любят просто помотать своей головой, когда я прицеливаюсь. Так, одно скрытное было. Ну, а теперь махаем мечом. Ещё у нас минус один. Так, вот, против этого толстого-то надо поаккуратнее. Жёсткий. Вот, вот, тебя-то я как раз-таки и не увидел. Блин, сраный копеющий. Ничего, ничего, хилимся, терпим. Ловим, ловим на ошибках. Но остались самые вкусные. С ними сейчас не умороть как-то решено. Ой, как хорошо. Ну, вот, прилетело больно. Надо было добить. Так, ну, слышь, раздавайся, хорошая. Походу, немножко разменялись. Ну, да ладно. Так, смотрю на наличие того, что, может быть, с них что упало. Нечем не хилиться. Мне не хватает решимости. Это беда. Потому что там впереди, скорее всего, нас ожидает какая-то жёсткая разборка. С самим этим чуваком. Так, не оставляем свидетелей. Видимо, это и есть арена Сигенори. Чем же Ясухиро занимался? Бедняга. Ясухиро его убил. Ну вот. Не успели. Совсем чуть-чуть. Этот клинок сразил многих. Следы ещё свежие. Опа. Из ниоткуда просто появился. Но я хочу вот цветочек собрать. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Ясухиро Кога. Стервятник мятежа. Ты совсем не изменился. Ты был ещё щенком, когда горела Ерикава. Пятнадцать лет я мечтал перерезать глотку Симурия. Ты не доживёшь до встречи с ним. Старик научил меня легендарному удару, прежде чем я его прикончил. Я покажу. Ну, заинтриговал. Ну, типа самурайская вот этот поединок. Какая станька, посмотрите. Щад достает пистолет и просто между глаз стреляет. Ну, дуэль, дуэль. Так, нифига он, сразу влетел в меня. Потом показал тебе свой удар. Есть парирование. Не, ну, хорошо. Но он тоже неплохо себя показывает. Так, что он там задумал? Только не небесный удар, пожалуйста. Окей. Вернулись. Чего ты ждёшь, мальчишка? Я не жду. Я наблюдаю и встречаю. Похилим с ним всякий. Опа. Ты ещё раз не пропустил. Так, на ответ. Ты чё? Он просто, не знаю, что-то спамил. Я понял. Чё-то там понял. АВ плюс ЛКМ? Небесный удар тебе не помог. Небесный удар, по-моему, его вынес. Если мы говорим про молнию. Ну, прикольный приёмчик, прикольный. Не такой уж и сложный. Ты не заслужил такой судьбы. Ну... Обещаю, я буду использовать технику Сигенори, чтобы защитить Цусиму от врагов. Помянем старого. Вот и помер дед Максим, так скажем. Но небесный удар остался с нами. И мы укрепили нашу легенду. И общую надежду. Увеличили максимальный запас здоровья. Новое орудие призрака доступно. Отлично. Так, чтобы нам с вами выбрать. Бомба с чёрным порохом. Так, дымовая. Кстати говоря, дымовая к стелзу будет неплохо. Бомба-липучка тоже хорошо. Вот колокольчик, типа, чтобы... Чтобы обратил внимание, пошёл туда, куда нам нужно. Тоже неплохо. Но это не так хорошо, наверное, как... Как дымовая бомба. Вот... Давайте, наверное, дымовую бомбу до скачаем. Луния чёрного пороха даёт густой дым. Можно ослепить врагов. Ну, типа, когда они окружили её ослепить. И... В принципе, так, можем и прокачать, да? Можем прокачать и ещё призрака немножко. Серию противоборфс, например. Так, или бомбу всё-таки. Давайте бомбу. В следующем, да-да, прокачаем... Вот эту серию противоборств. Так, что за небесного сокола мы получили? А-а-а... Набор мечника. Нифига себе. Тут у нас есть... Делюкс Эдишина набор... Типа, герой Цусимы и наш набор. Не знаю, мне мои мечи нравятся. Там какая-то фигня, на самом деле, мохнатая на ней. Да, по урону она по статам такая же. В принципе, только у неё прокачки больше, конечно. По возможности прокачек больше. Я бы оставил, наверное, обычный набор мечника. Но нашего Сакая. Ну да. В принципе, пойдёт, окей. А-а-а... Так. Получили мы, типа, дымовую бомбу. Она у нас одна, да. И мы можем, кстати говоря, кунай вместительность увеличить. Будет у нас плюс один кунай. И для этого нам нужно переместиться к зверолову, да. Чё это за задание по ту сторону? Но оно ближе всего находится. Можно было бы. Тут, кстати говоря, какой-то алтарь для даров у нас доступен, да. Что-то там в этом городке есть. Я не знаю, где этот алтарь находится. Предлагаю тогда направиться на ближайшее задание. Ну, как ближайшее. 800 метров от нас оно находится. Но оно, типа, самое ближайшее. Подсказывают нам по смене скорострельного оружия. С помощью R и колесико-мыши. А, окей, окей. Это не сложно. Понятно, понятно. Чей это дом? Я думала, это господин Дзинрако, но вы другой самурай. Добро пожаловать. Другой самурай? Вы не слышали про самурая Дзинрако? О нём слагают легенды. Я бы хотел с ним познакомиться. Когда он будет? Скоро. Оставайтесь на ужин. Послушайте его воспоминания. Это так интересно. Я вернулся из опасного похода. Не бойтесь. Я целый невредим. Что ж там за самурай такой? Я не ждал гостей. Но, конечно же, мы вам рады. Спасибо. Не знал, что кто-то из самураев выжил. Жестокая была битва, верно? В тот страшный день берег Укамадсу окрасился красным. Мы сражались у Камоды. Ну, конечно. Простите, я устал с дороги. Да, 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 да. За ужином ещё наговоримся. Рассказывай. Прошу за мной, господин. Никакой он не самурая, это 100%. Что ты знаешь о господине Дзинруку? Он всё нам рассказывает. Если бы не он, монголы забрали бы уже весь остров. А какое у него оружие? Ради спасения Цусимы он отдал всё, кроме лошади. Она в конюшне. Ванна подождёт. Хочу взглянуть на лошадь. Не, а чё, реально вы дамочки верите ему? Ну... Настолько же вы глупые? Или вы просто врёте, чтобы придерживаться легенды? Инструменты. Самое обыкновенное. Так. Что у нас тут в конюшне? Крестьянская лошадь. В бою не бывало. Ну, всё складывается, да. В пользу того, что никакой он не самурай. Это седло принадлежало господину Хигути. Дзин Ракуни самурай. Я выясню правду. Так, а чё, в ванне купаться не будем, да, получается? Ну ладно. Где он там? Он ушёл, когда вы отправились принять ванну. Что-то срочное. Я его найду. Ну, конечно, конечно, что-то срочное сразу надо было сбежать. Так, выследите Дзин Раку. А как его выследить? Хоть какие-нибудь следы, может быть, он оставил? По какому принципу мне его выслеживать? Вот интересный вопрос, да? Так, мы покинули область поисков. Чё-то не понимаю. Куда нам вообще двигать? Интересно. Бабуль, может, ты подскажешь? Так, ну давайте начнём сначала. Ещё раз здесь всё осмотрим. Выйдем, типа, как бы вышел он. Он вышел бы вот так. Всё. Нашёл, побегал ещё снова минут 10, наверное, поискал. Вот, в принципе, нам сюда. Нам нужно было выйти из этого поместья. Вон он, около скалы стоит. Можно поговорить. Ну, куда ты погнал-то? Куда ты бежишь, глупец? Сейчас бы ему стрелу прекратить, конечно. Пока ещё не поздно. Ну, я просто не успею натянуть тетиву. Я не хочу убивать тебя. Остановись! Я ничего не сделал! Я вызываю вас на поединок! Да ты что, рехнулся? Другого пути нет! Ну, если тебе так хочется... Ну, сейчас что-то смешное будет однозначно. Ну, какой поединок? Он едва, наверное, меч в руках держит. Извиняюсь, катану. Подождите! Я не хочу умирать! Я сдаюсь! Простите! Так а чё ты всё начал, Сайдер? Ну, вы и фрик. Я просто пытался выжить! Ты притворяешься самураем, позоришь гордое имя! И обманываешь этих женщин! Я знаю! Прошу вас, господин, отпустите меня! Я туда больше не вернусь! Уходи! Но если я снова увижу на тебе эти доспехи, убью! Ну, что ж, дадим ему уйти. Я ничего не сделал! Да-да-да-да-да. Болван. Расскажу женщинам правду. Реально. Так, ну что ж, возвращаемся тогда. Ну, я не думаю, что они прям такие глупые, эти женщины, и не понимали, что он врет. Может, реально прикидывались? Просто им так было по кайфу. Господин Сакай, с возвращением. Дзин Раку не тот, за кого себя выдает. Он никакой не самурай. А, так он вам рассказал. Вы знали, что он лжет? Он безобиден. И нам с ним было веселей. Надеюсь, вы его не убили? Он жив. Но сюда не вернется. Ну что ж, скажу остальным, что он ушел в поход. Нет, раньше-то без него как-то справлялись. Настолько он бестолковый, получается, мужчина в хозяйстве, что его даже не ждут обратно. Ну, чуть-чуть не хватило до очка техники. Что ж, мы переместились к Сансею Исикаве. Мы теперь продолжим его истории, его дополнительное задание. Ну, здорово. Идем. Куда мы направляемся? На стрельбище. Местный житель видел там монголов с луками. Возможно, то Моя была с ними. Если там Моя правда бесстрашна, она была бы славным союзником. А голодавший леопард тоже бесстрашен. Леопарду не постичь ваш путь лука. Забудь, Сакари. Она не вернется к нам. Так, а почему она... Почему она вас предала? Ну да, почему она предала? Я пошел на Моя целую всему, что знал сам. Она обманула мое доверие и была наказана. Нелегко вам пришлось. Ты видел, что она сделала с пленниками Фортина Каяма. Таков был ее осознанный выбор. И она делает такой выбор не в первый раз. Она может быть не виновата? Ты сомневаешься? Я знаю. Ну так, а что ты ее обучал тогда, раз ты все знал? Только из-за того, что у нее был талант. Ну, дед, ты, конечно, наворотил вообще дел. Сам же себе создал врага. Тебе придется залезть наверх. Вы сможете, сенсей? Ну, ты какие-то странные вопросы задаешься, Кай. Так, ну ладно, мы наверху. Сенсей, вам помочь? А его тут уже и нету. Куда он делся? Как он так быстро? Ничего себе. Вы сказали, наверх придется залезть. Нет. Я сказал, что залезть придется тебе, чтобы размяться. Стрелы. Монгольские и японские. Если они здесь были, то давно ушли. Попробуем взять их след возле мишени. Но мишени нет. У сторожевой башни. Не дурно, сенсей. Надо их выследить. Не понял, то есть, а как он сам, типа, эту цель наметил? Хоть шевелюсь, шевелюсь я. Не бухти там, давай. Между прочим, твои проблемы, расхлебываем? Сколько монголов обучают Томоя? Кстати, куда он попал? Песик, песик, ты куда? Мы надо у тебя. Нужна ваша помощь. Томоя, походу, пофигу. Блин, эти долбанные лучники. Катер не попал. Ты что за бред? Он взял, присел. Какой ты молодец. Ну, от такого-то он не увернется. И вот и сенсей как раз нарисовался. А что он нам не пришел на помощь? Он как будто бы нас проверял. Передохнуть, сенсей? Решил узнать, как ты справишься с засадой. Ну, ты хорош, хорош. Вы знали, что здесь монголы? Да. И решили промолчать? Если не можешь одолеть пару монголов, какой из тебя толк против Томоя? Это война, а не урок. И много ли войн ты повидал? Мне решать, когда давать тебе урок. Понятно, почему-то мой на вас напал. Это была колка. Итак, Сакай, куда она пошла? Сейчас осмотрюсь. Много следов. Не меньше дюжины человек. Пойдем по следам. Ну, пошли, пошли. Не дали нам возможность осмотреть вышку. Если мы ее выстрелим, не жди. Нападай, не стой на месте, иначе погибнешь. А в этот раз вы стрелять будете? Если ее найдем. А если нет? Ты один справишься с дюжиной врагов? Если придется. Верный ответ. Так, ну, старый, там поспеваешь, да, за нами? Слышь, слышь, твою отдышечку. Не, ну, молодец, молодец. Переподает нам уроки жизни, прям базу нам выдает. Нам, походу, сюда. Смотрите. Упражняется в том, чему учила, думаю. Вбивать невинных. Так, ну, здесь у нас снова заложник. Нам, типа, нужно бы действовать скрытно. Давайте вот это. В смысле, я выпустил стрелу? Да я понимаю, что захватили пленников. Ты куда там дутишь? А ну-ка. Так, я не попал? Да ну нафиг. А он попал. Так, этому командирую. На стрелы пофиг. Давайте попробуем на него небесный. Красота. Нам осталось убить еще одного предводителя, и мы сможем открыть стойку воды. Неплохо. Помогите! Кто-нибудь видел, с монголами была японка? Я глазам не верил. Она отдавала им приказы. Какие приказы? Что-то про сенсея и горячие источники. Это все, что я слышал. Простите, господин. Ну, ясно. Ясно, окей. То есть, горячие источники. Наверное, она попытается напасть. Так, ну здесь что-то как-то не густо по луту. Сенсей, что скажешь? Я научил чудовище охотиться. Люди слышали, как Томой отдавала приказы. Говорила об источниках Хиоси. Видно, она только начинает. Сакай, твои методы чужды и мне, и твоему дяде. Прежде не было такого врага. И он должен быть побежден. Самурай — это страж. Не убийца, что крадется как вор. Вы не были при комоде. Но видел многое. И знаю, что там было, но не стану снова учить чудовище. Понимаю. Чудовищем я не стану. Если Томой нацелилась на Хиоси, надо подготовиться. Нам обоим. Приходи в Додзё Сакай. Ладно, как скажешь. Мы выполнили задание Сенсеи и ученик. И переместим сейчас на следующее задание. Сакай. Что слышно о Томой? На дорогах Хиоси находят трупы со стрелой в спине. Люди сидят по домам. Дороги опустели. Думаете, это она? Чтобы отрезать город от мира, Хватит горстки лучников. Это была ваша тактика, когда вы сложили в клане на Гао? Томой, хорошая ученица. Верно. Будто ваше отражение. Это можно обратить себе на пользу. Интересно, каким таким образом? Идем. Как нам разыскать этих лучников? Надо мыслить, как Томая. Ну, посмотрите, какая же красота. Как расставить лучников, чтобы перекрыть все ходы и выходы от источников Хиоси? Путь к морю могут закрыть всего несколько лучников. Да. Просто да, ну ладно. Нет. Укрыться там негде, обзора нет. А надо перекрыть как можно больше земли, как можно меньшим числом лучников. Разумно будет выставить стрелков у главного въезда в город. Да, ну бред вообще. Все уже и так сторонятся главной дороги. Реально это бред. Даже я это понимаю, почему нам вообще-то дают на выбор. Кто-то должен следить за мостом, ведущим в город. Верно. Окей, что-то еще у нас там. Дорога на юг идет под горой. Оттуда можно осыпать врага стрелами. Домой согласилась бы. Ты не безнадежен. Идем на охоту. Ну пошли, что стоишь тогда. Ну ладно, он видимо пойдет за нами. Так, ветерочек показывает нам куда-то вниз, да? Я ничего не скрывал. И то, почему вы покинули клан на Гао. Это не секрет. Мне пора было отойти от дел. А у источников мне хорошо. Ну вы бы не отошли от дела до 100%. Думаешь? У тебя другое объяснение. Дядя говорил, вы приблизили к себе простолюдинку. Господину на Гао пришлось это заметить. Любопытное чувство юмора у твоего дяди. То есть вас не выгнали? Вы, самураи, всегда есть выбор. Но вы жалеете, что перестали быть воином? Владеть луком все равно, что владеть собой. Это единственная победа, достойная самурая. Остальное дым. Мы почти на месте. Будь на чеху. Невинные путники убиты. Отправим убийцу за реку Санзу вслед за ними. Как бы здесь поступить? Давайте, наверное, в открытый бой. Пробил ваш час! Их тут немного, их всего пятеро. А нет. Их гораздо больше. Ничего страшного. Сразу лучники спадем. Никуда ты убегаешь? Томоя здесь не было. Идем дальше. Да вообще, мне кажется, мы навряд ли ее найдем. Здесь Томой и не пахнет. Не думаю, что она вместе с этими лучниками где-то тусуется. Ну, воин должен быть добр. Не пригодится даже воину. Кто тебе такое сказал? Сунь-Дзи? Мой дядя. И он не говорил, а показывал. Милосердие порождает долг. Твой дядя был милосерден к тем, кто не представлял для него опасности. Ну, кстати, вон там на горе стоит. Так, по улью попасть. Отлично. Ну, давайте с вами на мечах. Затестим дымовую бомбу. Еще одна змеиная гнезда. Идем. Ну, кстати, неплохо. Жаль только, что это дымовая бомба одна. То есть они нас сразу потеряли из виду. И мы могли их просто вскрытно убить. Ну, конечно, бы дядя и сенсей не одобрил такой подход. Но им придется смириться. Как домой я стала вашей ученицей? Пришла на порог моего додзеса самодельным отцовским луком и заявила, что не уйдет. И вы ее не прогнали? Я пытался, но она утыкала стрелами все мои мишени. Никогда не видел таких способностей. Она у кого-то училась? Она стреляла неправильно. В настоящем бою у нее ничего бы не вышло. Но она совсем не боялась промахнуться. Никогда не медлила. Это дух воина? Нет. Дух убийцы. Когда я это распознал, было поздно. Так, не пропускаем сундучок. Обязательно полутать что-нибудь. Полутали ресурсы, да? Припасы и дымовую бомбу. Она к нам вернулась. Так, как бы тут поступить? Неплохо, неплохо. Кто там палит? А, там еще кто-то есть. Не вижу. Не вижу, где он там. Ага, понял. Наверху там стоит. Ну вот почему они начинают двигаться, когда я прицеливаюсь. Завод под креплением. Это фигура. Так, тут же был лучник. Все, он уже паник. Где-то я слышу выстрелы. А, там внизу. А что я не могу на него сверху спрыгнуть? Типа, скрытное убийство сделать. Ну ладно, давайте спустимся мы. Немножко попробуй подкрадемся как-то. Ну, этот был покрепче остальных. Ты знаешь, Исикава? Да. У меня послание. Говори. Сенсей. Жители Хиоси будут молить о пощаде. Как молили жертвы Хиронори Нагал. Молчать! Ну, прям так с угрозами, с угрозами. Нам такое не нравится. И мы убили третьего предводителя. У нас закрылась стойка воды. Она будет особо эффективна против щитовиков. Ну да, неплохо. То есть, есть разные комбинации. Блин, единственное, их заучивать все. Наверное, надо будет найти для себя что-то более подходящее. Ну, в плане того, что какую-нибудь комбинацию выбрать просто. Я думал Хиронори погиб. Сражаясь с разбойниками. Это было давно. Он слыл великим лучником. Его учили вы? Нет. Все слова Томой лживы. В них есть и правда. Она просто пытается нас рассорить. Ведь только мы с тобой не даем ей разорить Хиоси. Ну, есть горстка сомнений, конечно. Обсудим план обороны в Додзио. Приходи и будь готов к бою. Окей, мы выполнили задание Акобы прошлого. Я думаю, что это будет на сегодня последнее задание дополнительное. Продолжим все остальное в следующей серии. Может быть, размешаем с сюжетным заданием. Получили оберег точности стрелка. Среднее увеличение урона от стрел. Да нафиг надо. В принципе, и так нормально. И новую стойку мы можем использовать через Т и нажать 3. Наверное, через колесико мыши мы можем это сделать, просто зажимая клавишу Т. Р у нас дальнее стрелковое оружие, Т у нас, получается, стойки, да? Ну ладно. Вот так она у нас примерно выглядит. Буду вас потихоньку благодарить за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока. Мы, наверное, что-нибудь допридумаем в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok